Ольга Ивановна И вопросы лечения и профилактики детских заболеваний мы обсудим с руководителем многопрофильного центра «Евромед» Славой Ароновной Шуголь. Здравствуйте, Слава Ароновна. Здравствуйте, Ольга. На сайте «Евромеда» написано, что каждый день ваша клиника оказывает около 3,5 тысяч медицинских услуг своим пациентам. Я сделала небольшой расчет и поняла, что ежедневно двери «Евромеда» открывает каждый второй или третий из тысячи мячей. Что позволяет «Евромеду» сохранять лидирующие позиции на рынке коммерческой медицины в Омске? Только спектр оказываемых услуг или еще что-то? Ну, во-первых, центр «Евромед» — это многопрофильный центр. Пожалуй, единственный на сегодняшний день такой крупный многопрофильный частный центр. То есть многопрофильность подразумевает, что у нас от и до есть все услуги нужные. То есть это и профилактика, и диагностика, и лечение, и последующее восстановление после лечения, реабилитация. Поэтому действительно здесь все вместе. То есть вот это комплексное обслуживание, то есть комплекс услуг, это подразумевает и высокопрофессиональных врачей, и высокая диагностика экспертного класса. Это и такие программы, которые позволяют доводить начатое дело по оздоровлению пациента до логического завершения, до выздоровления. Какое количество направлений на сегодняшний день в ваших услугах? Ну, учитывая, что у нас отдельно есть диагностический центр, очень такого высокого класса экспертного, плюс приемы консультативные более чем по 40 специальностей, очень большое направление, вернее, количество методик и технологий на сегодняшний день осуществляется в «Евромеде». Но к этому надо добавить, что мы достаточно много работаем и по госзаказу с государством, с Министерством здравоохранения. Поэтому я думаю, что в общей сложности это более 100 или 150 различных направлений медицины. Самое удивительное то, что центр продолжает развиваться, и несмотря на то, что сейчас такие непростые, вроде бы, кризисные времена, и вдруг вот в такое неоднозначное экономическое, да, с экономической точки зрения времени, вы открываете новое направление, то есть детский «Евромед». Чем вообще вызвана вот эта идея, как она возникла, и насколько вообще в кризис это обосновано? Ну, на самом деле, как бы, какие-то аспекты помощи медицинской детям были всегда во взрослом «Евромеде». Это были отдельные педиатрические приемы, приемы узких специалистов и так далее. И все время вот была такая, как бы, у нас выделить, как это правильно делается, чтобы эпидемиологическая безопасность детей, чтобы такой же многопрофильный центр был детским. И как-то вот, собравшись силами, мы вот выделили в отдельное настоящее здание, и, по сути дела, создали многопрофильный детский центр «Евромеда», где тоже также имеются все вот эти направления, которые и характеризуют правильную медицину, высокотехнологичную, то есть это профилактика, диагностика, лечение и восстановление, комплексный подход, совершенно верно. Но все-таки с точки зрения бизнеса нужно помнить о том, что все-таки частная клиника – это и бизнес в том числе, не только помощь пациентам. И вот здесь, я думаю, что у многих возникает вопрос, а насколько вообще цены в детском «Евромеде» сегодня они бьют по кошелькам потребителям, и насколько они, в принципе, сопоставимы с ценами на аналогичные услуги, может быть, у ваших конкурентов? – Ну, это действительно так. Медицинский бизнес предполагает, что он рентабельный, и что наступит окупаемость. На самом деле, вот мы с вами беседуем, и уже год исполнился детскому «Евромеду». мы открыли свои двери 12 мая 2015 года, то есть практически год, и к дню как раз Международный день защиты детей. И на самом деле сначала были, конечно, вложения. Вложения в диагностику, в покупку оборудования нужного, в оснащение кабинетов. Потом приглашались на работу врачи, высоко квалифицированные, и все это, конечно. Но вот сейчас, по истечении года, складывается уже какой-то… Вот они начали… Действительно, ну, как сказать, услуги с чем сравнивать? Если мы мониторируем услуги там по детским клиникам, которые созданы, там частные детские клиники, например, до 16, может быть, у нас какие-то услуги дороже. Но я так вот стою на той позиции, что консультативный прием, первый консультативный прием, он подразумевает собой установление какого-то контакта и доверия между врачом, между клиникой и пациентом, тем более, если это маленький пациент. Потому что он искренне выражает свое недовольство там и так далее, плачем, криком и так далее. И вот сделать этот вот какой-то грань, чтобы он доверял тем помещениям, куда он пришел, совершенно верно. И поэтому первый прием консультативный, он не может быть, ну, как бы бесплатный, потому что это слишком важно в этот вот момент, это первое впечатление, оно всегда почти главное. То есть если понравилось, если ребенок как-то доверился, то он будет ходить легко, с удовольствием. Ну, я не знаю, как в хорошее кино там и так далее. Тем более мы все для этого сделали. Там и стены с сказочными рисунками, и мониторы с детскими фильмами, и детские уголки. Самое главное, отошли от белого цвета медицинского халата, в которых так боятся все, на которые у всех поднимается артериальное давление. То есть это как бы теперь уже формы совершенно такие цветные, радостные. Вот, и все это, конечно, вот направлено на то, чтобы расположило мам, пап, бабушек и детей самих к нашей клинике. Что касается, например, комплексных услуг, таких как вот обязательные, справка в садик, справка в школу, то, пожалуй, мы сделали это почти в два раза дешевле, чем в других частных клиниках. Потому что это обязательно, всем надо пройти, независимо от уровня материального благосостояния, постарались сделать это подешевле. Что касается высокотехнологичных услуг, когда покупались дорогая очень техника экспертного класса, ультразвуковые аппараты, рентгеновские, там стоматологическое оборудование. Ну и то, так вот, что касается детской стоматологии, например. Ну я думаю, что у нас услуги на детской стоматологии дешевле, чем мы все время мониторим эти, мы стараемся. И я могу сказать, это все так спорно, вот цена. Надо понимать, что есть фактор себестоимости, да, и без него все равно никуда. Совершенно верно, да. И потом есть еще фактор, в Омске наиболее, как бы, такие вот умеренные цены, по сравнению даже с такими городами, как Тюмень, Новосибирск, Красноярск и так далее. Видимо, вот так сложилось, такой уровень жизненного мечей. Поэтому и мы как бы стараемся, чтобы пациенты могли к нам прийти, и независимо от своего достатка. Вы упомянули о том, что важную роль играет именно установление первого контакта, когда пациент к вам приходит. И вот что изменилось при создании детского эвремеда? Нагрузка на ваших врачей, она вдвоем возросла, они стали работать на два фронта, или вам пришлось набирать какие-то новые кадры, как это вообще происходило? Конечно, пришлось набирать новые кадры, потому что открылись новые диагностические уже, чисто для детей. То есть, если это ультразвуковая диагностика, то это аппарат такой совершенно новейший, со специальными датчиками для детей, чтобы они были маленькие, чтобы было ребенку удобно. Это вся ультразвуковая диагностика, начиная с диагностики заболеваний сердца, которые у нас проводятся прямо с ноля, с возраста ноль. Там, если при рождении услышали какой-то шум, то надо обязательно в сердце, то надо обязательно провести ультразвуковое исследование. Это касается всех исследований вот такого экспертного класса для детей. Скажите, а каким специалистам чаще всего обращаются ваши пациенты, вообще вы мониторите или нет, в чем заключаются проблемы современного детства? Вот у нас сейчас дети, они увлекаются всеми этими средствами, электронными гаджетами, и с возникновением компьютеров вы наблюдаете вообще такую тенденцию, что компьютеры возникли, а дети стали зависать? Ну, естественно, конечно, это так тенденция нашего времени. Очень много стало, ну, так скажем, по сравнению с прошлыми, или на это стали обращать внимание, отклонение поведения детей от нормы. И здесь у нас, естественно, мы тоже на это обращаем внимание, идем по передовому международному опыту. Это психологи, которые занимаются с детьми и с семьями детей, с родителями, как бы учат установить контакт, прежде всего в семье надо установить контакт, не орать на ребенка, там не наказывать его, постараться все это сделать таким добрым путем. Это и работа логопеда, очень много задержек, речевого развития. Ну и, естественно, падение иммунитета, то есть много различных... Да, очень много причин, потому что дети, вернее, родители обращаются к нам за помощью. Помощь эта чаще комплексная. Это и просто общий педиатр, и узкие специалисты. Не скучает у нас лор-врач, очень много заболеваний, именно вот носа, ушей и так далее. Вот, офтальмолог, рано начинается, какие-то отклонения зрения у деток. И мы покупаем приборы, чтобы дети на них тренировались, и чтобы они не выросли там слепыми. Ну вот вы так красиво рассказываете об услугах Евромеда. И здесь мне бы хотелось обратиться к той информации, которая есть в интернете. И вы знаете, на разных форумах очень много противоположных отзывов о вашей клинике. Ну вот, если вы позволите, я зачитаю два. Абсолютно не понравилось, тесно, все толпятся у процедурного, тут же под ногами дети, в процедурном 30 минут берут кровь из вены у четырехмесячного малыша с дикими криками. Была в шоке, простояли сдать кровь из пальца почти два часа. Совершенно другое мнение, диаметрально противоположное. Сдавали кровь на дому, кровь переехали брать вовремя, взяли великолепно. Кровь сдавали на много что, и медсестра переживала, что может не хватить. Поэтому взяла номер моего сотового телефона, а позже позвонила и сказала, что все хорошо. Да и вообще оказалась замечательным человеком, переживающим своих маленьких пациентов. Скажите, вы читаете вообще эти отзывы, и вы какой-то мониторинг ведете? Качество, скорость оказания услуг, как это у вас происходит? Конечно, читаем. И так как у нас вот эти процедурные кабинеты забора крови существуют уже давно, уже еврометты, там процедурные сестры просто высочайшего класса. Старались подобрать для детства, но вот как только мы увидели, что там получается очередь, долго не могут успокоить ребенка, сразу же пригласили более опытную сестру, которая работает. И таким образом сейчас у нас все время, время забора крови работает, две, а то и три медицинских сестры, и мы там уговариваем, приглашаем тоже. Уже даже с медицинскими процедурными сестрами был проведен тренинг, как вообще общаться с такими пациентами, как их успокоить и настроить, протянуть руку там без всяких седаций, без всяких уколов, сделать вот этот анализ и с пальчика, и с вены тоже. На самом деле я могу вам сказать, что педиатрия – это очень сильное направление в нашей медицине. И как бы вот я вижу, что педиатры, они во многом даже отличаются от взрослых врачей. Они более преданы как-то своему делу, они меньше думают как бы о заработке. То есть у них какое-то вот это вот служение детям, этим вот маленьким, которые, по сути дела, полностью зависят от взрослых, они ничего сделать не могут. И я удивляюсь, когда мы там делаем какие-то конференции, то посещаемость этих детских конференций, особенно у нас работает так называемый центр неврологии, эпилептологический центр, мы дали даже ему там освящен, он Святого Пантелеймона. И столько как бы из районов области приезжают и педиатры, и неврологи. Все хотят слушать, все хотят учиться, все повышают свой уровень знаний. И этот центр у нас буквально-таки не только там мониторирует и ставит диагноз, у нас там эпилепсия, не эпилепсия, там задержка речевого, задержка умственного развития. Но мы и пытаемся как-то налаживать этих детей. То есть у нас вот работает физиотерапевтическое отделение, сейчас там есть такой прибор in time. То есть это когда ребенок просто в наушниках слушает музыку, бывает и вот активно старается там на барабане, такой ему дают отбить ритм. Активируется в центре. Совершенно верно, да. И вот мы стараемся всю эту совместную работу с детскими неврологами, эпилептологами проводить. Вы сказали очень много хороших слов о Вашем центре. Я думаю, что лучшая иллюстрация этих слов будет для зрителей увидеть то, что увидели своими глазами мы. Сейчас мы находимся в детском многопрофильном центре Евромет. И то, что окружает нас, больше напоминает атмосферу детской сказки Льюиса Кэрролла. О том, какие чудеса творят здесь руки врачей для своих маленьких пациентов, нам расскажет заведующая детским центром кандидат медицинских наук Татьяна Анатольевна Серова. Татьяна Анатольевна, расскажите, пожалуйста, какие услуги предоставляет Ваш центр детям и каких результатов Вам удалось достичь за год его существования? Здравствуйте, Ольга. Администрация многопрофильного центра современной медицины Евромет ровно год назад открыла наше учреждение. То есть это детская поликлиника «Детский Евромет». Здесь собраны врачи практически всех отраслей детской медицины и также имеется достаточная диагностическая и лечебная база, чтобы оказывать все виды помощи детям. Так у нас ведут прием педиатры высокой квалификации, гастроэнтерологи, нефрологи, неврологи, лоры, окулисты и другие врачебные специальности. Кроме терапевтической помощи можно получить здесь и различные виды хирургической помощи детям. Так это консультативные приемы детских хирургов, андрологов, нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга и других специалистов. Кроме этого у нас проводится и оперативное лечение при различных малых операциях, которые не требуют длительного пребывания в стационаре. У нас представлены все разделы медицины. Это профилактика, это точная диагностика и рациональное лечение заболеваний, в том числе хирургическим путем. И это реабилитация и восстановление после них. Вот я бы хотела остановиться на разделе профилактической работы, потому что мне, как педиатру, она ближе. В нашей поликлинике наблюдаются, прикрепляются к нам и ходят к нам как домой детки различных возрастов на годовые программы абонементного обслуживания и на семейный депозит. Это такой вид обслуживания, когда целая семья может прикрепиться и обслуживаться в Евромеде. То есть детки могут прикрепляться к нам от нуля, к ним выезжают на дом специалисты, есть возможность выезда на дом и для забора лабораторных обследований, и даже с такими, с ультразвуком, с эхокардиографом, то есть даже провести дома инструментальное обследование. Не говоря уже о том, что можно дома провести, например, и ЛФК, массаж и физиолечение, если оно необходимо. Кроме этого, у нас проводится обследование перед поступлением в детское дошкольное учреждение, в школы, в вузы, в кадетский корпус. Оно проходит очень быстро, за два, ну максимум три дня. И с этими результатами уже ребенок и его родители могут идти в соответствующее учреждение. Ставная челюсть, конечно, лучшая защита от кариеса, однако до таких крайностей лучше не доводить. Скажите, стоит ли вашим пациентам бояться лечить зубы? Для детей поход к врачу огромный стресс. Все детские стоматологи Центра Евромед хорошие психологи с многолетним опытом работы с детьми. Они способны найти подход каждому маленькому пациенту, провести процедуру быстро, максимально безболезненно. Нашему отделению один год, но в нем работают профессиональные стоматологи детские, взрослые, хирург, анестезиолог с опытом работы детской и взрослой стоматологии. Кабинеты оснащены всем необходимым. Имеется газосмесительный аппарат «Матрикс» для проведения седации у пациентов любого возраста, наркозный аппарат для лечения во сне, то есть под наркозом, рентген-диагностика, панорамные снимки, радиовизиограф. Детские стоматологи нашего отделения оказывают медицинскую помощь в лечении таких заболеваний, как кариес, пульпит, периодонтит молочных и постоянных зубов, различные заболевания слизистых и парадонта, травмы зубов, зубной налет отложения, лазерная коррекция уздечек полости рта, удаление молочных и постоянных зубов в любой сложности, хирургические операции лица. Важное значение уделяется профилактике кариеса зубов, фторирование эмали зубов, серебрение, герметизация фиссур, профессиональная чистка зубов. Врач-офтальмолог помогает детям обрести не просто радостный, но и стопроцентный взгляд на мир. Скажите, Светлана, а как родителям можно понять, что у детей есть проблемы со зрением, ведь они маленькие, и они не могут об этом сказать? Проблемы со зрением не всегда заметны окружающие. Ребёнок не жалуется только потому, что он не знает, как можно видеть этот мир по-другому. Но мы можем заметить по косвенным признакам. Заподозрить. Взрослые ребятишки, как правило, родители у них жалуются на то, что они щурятся. Щурятся одним глазом, либо двумя. Близко подходят к телевизору, низко наклоняются при чтении или рисовании. Могут ребёнок чесать в маске. Родители могут заметить косогназие. У детей раннего возраста, как правило, здесь жалобы больше направлены на остроту зрения. Родители жалуются на то, что ребёнок не фиксирует взгляд, не следит за игрушками. Особенно заметно на фотографиях, допустим, белый рефлекс зрачка или нарушение прозрачности сред. Поэтому у детей есть декортированные сроки профилактических осмотров. Особенно это важно до года, чтобы предупредить, профилактировать и вовремя помочь ребёнку. В нашей клинике вы можете пройти комплексное лечение безорукости, амблиопии, косогназия, которое может включать в себя физиопроцедуру, медикаментозное и аппаратное лечение на визотронике, синаптофоре, компьютерных программах, плеоптика и контура. Отметим очень важный момент комплексного лечения, так как именно результат важен родителям, ведь каждое отдельно назначенное лечение не имеет такой эффект. Очень удобно нахождение в одном месте физиокабинета и аппарата, который показан вашему ребёнку. Лечение на офтальмо-тренажёре визотроник актуально для терапии мышечного спазма, близорукости, зрительного утопления, а также в целях профилактики. Синаптофор предназначен для диагностики лечения двигательных нарушений при косогназии и бинокулярной неустойчивости. Компьютерные программы, плеоптика и контура предназначены для лечения таких заболеваний, как амблиопия и косогназия. И очень частая патология у самых маленьких крох нарушение проходимости слёзных путей. Им делается процедура зондирования носослёзного канама. При сонительных показаниях к ней возможно проведение пробы на проходимость носослёзного канама. Как рассказали нам в детском Евромедии, 99% обращений к врачу-травматологу связано с необходимостью оказания неотложной помощи. Как показывают результаты опроса, проведённого среди зрителей, большая часть этих обращений связана с спортивными травмами, которые получают дети в своём стремлении к чемпионству и занятиях в спортивных секциях. Скажите, пожалуйста, как часто Вам приходится ломать и сращивать кости и какую долю здесь занимают спортивные травмы? Да, действительно, спортивная травма является большим процентом среди нашей работы, потому что, в принципе, Омск является спортивным городом, особенно учитывая на то, что у нас есть детский авангард, также футбольные клубы. Они очень часто попадают к нам на приём, мы здесь их осматриваем, делаем рентгенографию, потому что у нас есть рентген-аппарат, прямо здесь, не выходя из здания. Обследуем их, ставим обезболивание, если есть такая необходимость, делаем репозицию переломов костей, если такое случается, накладываем повязки. Кроме рентгеновских снимков, мы ещё имеем в арсенале возможность сделать УЗИ при повреждении связочного аппарата коленных суставов, локтевых суставов. При углублённом обследовании мы можем применить также высокотехнологическое обследование типа МРТ или МСКТ. В вопросах, проведённых нами при подготовке программы, очень часто встречалась проблема обнаружения и лечения плоскостопия. Скажите, в каком возрасте нужно начинать лечить эту проблему и достаточно ли просто носить ортопедические стельки? Да, есть вопросы со стороны родителей по поводу плоскостопия. Плоскостопие является, как уже доказано, врождённым заболеванием, связано с тем, что кто-то из родителей, бабушек, дедушек или самих родителей имели такую патологию. Обычными стельками здесь вылечить нельзя. То есть здесь большой комплекс для лечения такой патологии. Сюда входит ортопедический обувь с жёстким задником, с супинатором, а также сюда входит комплекс ЛФК, массажа и физиолечения. Это в виде парафиновых аппликаций или СМТ, то есть стимулирующих токов на мышцы голени и стопы. Когда взрослым не хватает слов, они используют красноречивые недомолвки. Однако для подрастающего поколения серьёзной проблемой являются задержки в развитии речи. Диагностикой их причин и оказанием помощи маленьким пациентам занимается врач-невролог. В нашем центре имеются все возможности для диагностики нарушений речи у детей. Проводятся консультативные приёмы невролога, лор-врача, психолога, психотерапевта, логопеда, стоматолога. Центр оснащён современным оборудованием, позволяющим по назначению специалиста провести КТ, МРТ головного мозга, видеоэгэ-мониторинг, аудиоскрининг, диагностика нарушений прикуса. В центре разработана специальная комплексная программа для детей с нарушением речевого развития, включающая консультативный приём невролога, психотерапевта, при необходимости педиатра, узких специалистов. По назначению лечащего врача программа также включает все необходимые инструментальные обследования с дальнейшей разработкой индивидуальной программы по развитию речи. В рамках данной комплексной программы проводятся индивидуальные или малогрупповые занятия с логопедом 2-3 раза в неделю под динамическим наблюдением невролога. Для облегчения освоения новых речевых навыков при необходимости проводится медикаментозная поддержка, витамины, наотропы и физиолечение, массаж, лечебная физкультура. При наличии показаний для улучшения процессов адаптации, запоминания, улучшения активной речи специалистами Центра Святого Пателемона, расположенного в детской поликлинике медицинского центра «Евромед», проводится транскраниальная микрополяризация. Центр также оснащен оборудованием для программы речевого развития «Интайм», в рамках которых ребенок прослушивает музыку, в последующем проводятся занятия по двигательной активности согласно индивидуально разработанному плану. На 70% успех лечения зависит от процесса реабилитации. Скажите, а какие виды физиопроцедур оказываются детям в «Евромеде»? В детской «Евромеде» проводятся все виды лечения. Магнитотерапия, электролечение, светолечение, гидрокинезиотерапия, массаж, лечебная физкультура. Кроме того, у нас все виды услуг осуществляются не только в клинике, но и на дому. Хотим, чтобы наши процедуры приносили не только пользу, но и удовольствие. Говорят, что из хронических заболеваний самый распространенный диагноз — это самолечение. И вот по данным Всемирной организации здравоохранения в 2015 году от возраста от 1 до 5 лет умерло 6 миллионов детей в мире. При этом, по данным статистики, половина из них могла быть спасена путем оказания достаточно доступных и по цене, и по способу оказания услуг. Вот как вы можете вообще прокомментировать этот тезис? И насколько он справедлив? Ну, на самом деле, потому-то вот мы открыли такой центр, чтобы вот не было этого самолечения. И действительно, ведь только задержи немножечко вот лечение какого-то серьезного заболевания, и ребенок просто не выдерживает. И действительно много очень, когда поздно приезжают там, поздно сами родители вызывают врача, или поздно ставится диагноз. Что тут скажешь? Это, конечно, вот такая детская смертность. И борьба как бы за увеличение, за снижение этой детской смертности идет повсеместно, по всему миру. Ну, и в таких развитых довольно-таки странах, именно в медицинском таком аспекте, я отношу Россию тоже. Педиатрия у нас на хорошем очень уровне. И сейчас я смотрю, ведь мы же не только работаем с благотворительными организациями, и те, которые занимаются, например, такими заболеваниями, они называются орфанными, очень редкими, когда помощь практически невозможна, там они находят спонсоров, там собирают деньги, и мы с ними тоже сотрудничаем. Более того, помогаем, проводим какие-то обследования, довольно сложные на благотворительной основе, чтобы ребенку был поставлен этот диагноз, и была оказана помощь, которая там его жизнь сделает безопасной. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что хочешь вернуться туда, где ты был в детстве. И так хочется сказать, пусть детство ваших детей будет счастливым, безоблачным, и самое главное, здоровым. Пусть в нем будет много времени для реализации таких планов с назначением когда-нибудь, а не по неотложной помощи. А я напоминаю, что вы смотрели новости деловой среды, это и другие интервью вы можете найти на нашем сайте itv55.ru. С вами была Ольга Юсупова. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok